Плечёска у тебя. Меня зовут Светлана Гордиенко. Я психолог, занимаюсь частной практикой. Мне 35 лет, не знаю, важно это или нет. Сегодня мы будем разговаривать о деле Максима Смольникова. Максим, это мой жених. Его взяли под стражу, заключили в СИЗО в Хабаровске по обвинению в оправдании терроризма. Но есть ощущение, что основные мотивы этого дела какие-то другие, например, связанные с его стрит-арт-активностью. Я стараюсь найти все места, где можно об этом говорить. Потому что мне кажется, что в нашей стране, если ты попадаешь в тишину, то тебя, считай, съели. Это мой жених. Субтитры делал DimaTorzok Немножечко из психологии. Если на человека нападают, и он оказывается не в состоянии хотя бы пытаться убежать, пытаться дать сдачи, если он не оказывает сопротивления, то это нападение, это насилие становится реально психической травмой. Любое противодействие насилию, оно работает на сохранение психических структур. Я себя чувствую на самом деле очень глупо, особенно первые дни после случившегося, когда я все время давала интервью, я понимала, я рыдала, вытирала сопли, врала трубку и начинала опять говорить, 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 возмущаться, злиться. Но я чувствовала это как некоторую необходимость для защиты себя от полного распада. Максим такой художник-самоучка, дальневосточный художник-самоучка. Рисовал он с детства, но никогда специально не учился. Закончил он педагогический институт в Комсомольске-на-Амуре как учитель физики, там же он закончил аспирантуру. Когда ему около 30 лет исполнялось, он как-то решился со страниц своих блокнотов, попробовать выйти рисовать на улицах. У него есть несколько персонажей, что ли, каких-то наработок. И вот на улицу он вышел с таким смешным ниндзей или ниндзями. В общем, сам он их называет героический народец. И в Хабаровске у Максима так много работ, что они, как будто бы эти его человечки, это такие же участники хабаровских протестов, хабаровского общего направления борьбы за справедливость, в реальности развернувшиеся за Сергея Фургала, а вот на пространстве гаражных стен еще много-много сюжетов. Макс вообще из тех людей, которые всегда поддерживал художников местных, музыкантов направлений, которые ему там симпатичны, да, не поп-звезд, а вот что-то такое андеграундное. Он делал мерч, приходил на концерты, всегда делал репосты. И вот ему никогда не было жалко, например, пространства собственных соцсетей на репост для друга, знакомого или какого-то хорошего проекта. Он всегда-всегда-всегда откликался, такой очень был открытый. И я думаю, что это его вклад сейчас привел к тому, что много людей его поддерживают. Ему пишут письма, ему пишут письма из разных городов, ему пишут письма из Москвы, из Хабаровска, из Питера. Ему присылают передачи, незнакомые люди в том числе. Вы поймите, вот по делу Максима на данный момент опрошено три человека свидетелями. Один из этих людей был соседом лет 12 назад в Комсомольске-на-Амуре двоюродного брата Максима и знал его через такое посредничество. Лично очень мало общения, никогда ничего близкого. Другой человек видел Максима лично два раза мельком, тоже что-то видел в соцсетях. Третий человек подписчица Максима паблика как художника, которая пыталась с ним болтать, но, видимо, может кокетничать, я не знаю, какой она имела особенный интерес, может быть, просто интерес как художнику. Эти три человека не знают Максима ни с какой стороны. Им нужен просто состав, набор бумажек и чтобы было готовое закрытое дело. Непонятно, что можно еще внутри этой системы сделать, но мы подали все возможные жалобы, апелляции, вот это мы сделали. Мы там даже написали жалобу надзорному прокурору, который смотрит за условиями содержания в СИЗО, там у нас было несколько претензий. Я писала уполномоченному по правам человека в Хабаровском крае. Он мне, конечно, написал, очень жаль, что такое происходит, но это все к судам. Пожалуйста, не останавливайтесь на суде первой инстанции, подавайте апелляции и в касационный суд обращайтесь. Будет сделано. А, у нас же была еще одна важная новость, про которую я не сказала, что мы поженились. Это было очень радостно. Это, правда, было радостно. Пошла в СИЗО, в платье, с друзьями, поднялась туда, увидела один раз единственного Максима. Он такой хороший, худой, аккуратный, прекрасный, добрый. Ну, в общем, совсем не испортился. Вот.